Сегодня поступило сообщение о смерти молодого известного поэта, музыканта, певца, сценариста, композитора, актёра, автора и исполнителя собственных песен в стиле алкаджаз. Умер Марк Котляр. Марк Котляр родился 28 мая 1974 года в Ростове-на-Дону. С раннего детства он увлекался музыкой и поэзией. После школы Марк Котляр поступил в Ростовский государственный университет, где учился на юридическом факультете. Именно в студенческие годы он переложил некоторые свои школьные стихи на аккорды. Впервые на сцену Марк Котляр вышел в 2006 году, а стартом его творческой карьеры можно считать 2007 год. В это время Марк Котляр начал гастролировать по Ростовской области и получил большую региональную известность. Чуть позже он принял участие в конкурсе «Народный продюсер» на радио «Маяк» и занял второе место. Видные деятели культуры были возмущены тем, что песни Марка Котляра, имеющие неподобающее содержание, исполняются на государственной радиостанции. Поднялся ужасный скандал, который, согласно законам шоу-бизнеса, сделал певца популярным и узнаваемым не только в Ростовской области, но и во всей стране. Еще одним важным событием в карьере Марка Котляра является его участие в проекте Comedy Battle в 2013 году. Этот проект также сыграл немаловажную роль в росте популярности певца. Говоря о творческой карьере Марка Котляра, также стоит добавить, что он снялся в сериале «Мы с Ростова». Кроме того, он был ведущим и соавтором программы «Маяку» и на радиостанции «Маяк». Марк Котляру шел из жизни 12 мая 2023 года. Певцу было 48 лет. До своего 49-го дня рождения он не дожил чуть больше двух недель. Причиной смерти Марка Котляра стало онкологическое заболевание. Светлая память Марку Котляру Редактор субтитров А.Семкин